Можжевельник Стрикта – китайский описание посадка и уход. Сейчас известно более 60 видов дикорастущих можжевельников. Но селекционеры постоянно трудятся над созданием декоративных сортов, которые отличаются внешними признаками. Достаточно большую популярность завоевал можжевельник Стрикта, потому что он не требователен к условиям выращивания и уходу. Кратко о культуре. Можжевельники – группа вечно зеленых растений из семейства кипарисовых. Большинство видов – компактные кустарники, но встречаются и достаточно высокие деревья – до 4 метров. Листья – небольшие хвоинки длиной от 1 до 1,5 сантиметров, собраны пучки. Сохраняются до 4 лет. Можжевельник обыкновенно обладает лекарственными свойствами. Остальные формы выполняют лишь декоративные функции. Можжевельник Стрикта – китайский описание можжевельника Стрикта. Можжевельник Стрикта – Стрикта получен в Голландии в середине Хаоха века. Его родина – азиатские страны, поэтому его называют китайским. Благодаря декоративному внешнему виду и зимостойкости он быстро распространился по России. Средний срок жизни – 100 лет. Существует несколько распространенных сортов, которые отличаются внешними характеристиками. Можжевельник Китайский Блю Альпес отличается густой объемной кроной с не спадающими ветвями. Можжевельник Чининзи Стрикта имеет каплевидную крону, размер которой достигает 2,5 метра высоты и 1,5 ширину. Отраска хвоя меняется от голубой до серебристой из-за температурных колебаний. Можжевельник Китайский Ольт Голд – мелкий и широкий кустой 0,5 метра на 1 метр. Можжевельник Китайский Стрикта Вриегота – медленно растущий сорт, покрыт сине-зеленой хвоей ветками с бело-пестрой окраской. Культуры зимостойкие – хорошо растут в Москве, Подмосковье и более северных широтах. Посадка Можжевельник Китайский Стрикта размножает двумя методами – семенным черенкованием. Но первый способ применяют редко, потому что он слишком трудоемкий. Осень и посадочный материал стратифицируют в домашних условиях. И помещают в горшок с землей. На зиму 150 дней емкости оставляют на улице, весной, в мае производят посадку в открытый грунт. Гораздо удобнее размножение черенками. Для этого заготавливают посадочный материал длина 15-20 см. Срезы смазывают стимулятором корней образования, черенки помещают. В рыхлую почво смеси накрывают пленкой. Рассаду периодически проветривают. Примерно через 70 суток укоренившиеся черенки пересаживают на постоянное место роста. Большинство садоводов приобретают саженцы в специализированных питомниках. Покупать нужно только те экземпляры, которые находятся в ящиках. Без питательной среды корни сохнут, а растение постепенно умирает. Саженцы посадкой и уход за можжевельником китайским стрикто не вызывают затруднений. Он предпочитает солнечные участки. В тени хвоя теряет оригинальный голубоватый оттенок. Оптимальное время для посадки – середина весны, сентябрь. На заметку, летом растения приживаются гораздо хуже. За ними сложно ухаживать в дальнейшем. Культура предпочитает питательный влажный грунт. Уровень pH нейтральный или слабокислый. Почво смесь готовят из дерна песка и торфа 1,1,2, равных частей песка торфа, хвойной земли. Как посадить можжевельник? Стрикто яму делают в 2-3 раза больше, чем объем корневой системы. Для взрослых растений готовят углубление 70 умножить на 70 см. На дно укладывают дренаж 20 см колотого кирпича. Выдерживают расстояние между кустами минимум 1 метр. Саженец можжевельника заглубляет так, чтобы корневая шейка оказалась на 8-10 см выше края ямы. Землю легонько приминают и увлажняют. После посадки приствольный круг покрывают мульчей толщиной 10-12 см. Допустимым мульчированием можжевельника сосновой корой, увядшей травой, опилками, щепкой, нетканым материалом. Молодое растение защищают от прямого солнца, чтобы не возникло ожогов. Особенности ухода. Уход за разновидностью стрикто заключается в своевременном поливе, рыхлении и периодических подкормках почву увлажняют примерно раз в месяц. Если установилась засуха, то раз в неделю организуют дождевание. После полива почвы рыхлят, чтобы обеспечить корни достаточным количеством кислорода, в то же время удаляют сорняки, весной растения подкармливают комплексными минеральными удобрениями. Можжевельник легко переносит обрезку. Даже в домашних условиях кроне можно придать практически любую форму. Процедуры лучше проводить весной или осенью. Можжевельник легко переносит обрезку. Взрослые растения не боятся морозов. Однако молодые саженцы нужно подготовить к зимовке, обвязать ветки вокруг ствола, чтобы их не повредил снег, укрыть можжевеловый куст. Мешковиной или нетканным материалом замульчировать грунт при ствольном круге торфом, слой 10 сантиметров и утеплить хвойным лапником. У можжевельника стрикто есть особенность. Хвои, которая находится внутри крона и соприкасается с другими ветками, становятся коричневого рыжей. Весной ее убирают, чтобы вернуть растению декоративный вид. Одновременно проводят санитарную обрезку, удаляя сломанные и травмированные ветки. Это непростая процедура, потому что кустарник очень колючий. Руки обязательно защищают перчатками. Болезни и вредители. Наибольший вред можжевельникам причиняют такие вредители, как тля высасывает из растения сок. При первых признаках присутствия кусты промывают мыльной водой, защищая прикорневую зону от попадания раствора. При массовом нашествии используют фитоверы. Паутинный клещ окутывает ветки можжевельника паутины, из-за чего они отмирают. В начальной стадии кусты можжевельник обрабатывают настоем одуванчика, чеснока или коллоидной серы. В запущенных случаях применяют акарициды. Можжевеловая щитовка питается клеточным соком. При распространении насекомых задействуют препараты октарок конфидор-калипса. На заметку, если появились вредители, то обрабатывают не только пораженный куст можжевельника, но и все растущие рядом. Можжевельник стрихто подвержен заболеваниям усыхания ветвей, хвоя желтеет и опадает, со временем отмирают побеги. Пораженные фрагменты удаляют, растения обрабатывают фунгицидами. Если болезнь охватила весь куст можжевельника, то его выкорчевывают и сжигают почву, обеззараживают. Ржавчина. На ветках формируются оранжевые наросты. Болезни лечатся, зараженные побеги уничтожают. Для профилактики кусты стрихто опрыскивают препарат аметит, байлитон, ридамил, голд, мц. Бурая шутти. После зимовки хвоя приобретает желтую или бурую окраску. Растения лечат составами квадрис, ридамил, голд, мц, строби. В профилактических целях опрыскивают фунгицидами. Чтобы возбудители болезней не выработали иммунитет к определенным препаратам составы нужно чередовать. Применение в ландшафтном дизайне. Можжевельник стрихто востребован среди ландшафтных дизайнеров. Культура эффектно выглядит в одиночных и групповых посадках. Используется для оформления садов, парков, аллей. Кустарники хорошо смотрятся в ракариях и иных каменистых объектах. В городах их часто выращивают и в контейнерах. Применение в ландшафтном дизайне из можжевельника можно создать живую изгородь. Чтобы растение не вытягивалось вверх и активно кустилось, его регулярно подстригают. Посадки постепенно смыкаются и формируют декоративный забор. Можжевельник стрихто красивая и неприхотливая культура, которая способна украсить любой ландшафт. С ее выращиванием справится даже начинающий садовод. 00 в от артикле ратинг.